Традиция весны. В Петербурге прошла майская регата, одно из самых старых соревнований парусных судов. Его проводят с 1967 года. Для большинства спортсменов это первый выход на воду в сезоне. И, пожалуй, один из самых сложных. Людмила Бурима на себе ощутила изменчивый майский ветер. Входить с утра в холодную воду Невы не самое приятное занятие, но только для сухопутных обитателей города. Воспитанники парусных клубов и секций этого дня ждали уже давно. Открытие сезона обещает быть не очень трудным. В помощь сильный ветер. На хорошие результаты надеется и потомственная яхтсменка – 11-летняя Соня. Она – морская волчица уже в третьем поколении. Мне это интересно, потому что мой папа, моя мама и мой дедушка занимаются. Занимаюсь я четвертый год, получается, уже. В этом сезоне меня заела шкод на курсе фордовинты и меня просто перевернуло. Но это не трудно, потому что тренер всегда рядом. В майской регате участвуют несколько классов яхт. Та, на которой будет Соня, – одного из самых популярных. Он носит бодрое название «Оптимист». Именно с таких начинают свой путь будущие покорители морей. На этот раз в заплыв отправились больше ста их сменов от 8 до 15 лет. Пять, четыре, три, две, одна. Прикажущейся простоте – парус, рум, пель, шкод. Управлять всем этим без подготовки непросто, особенно если ветер слабый. Правда, это не случай майской регаты. Из-за нелетной погоды и в том числе слишком уж злого ветра старт пришлось несколько раз откладывать. Мы 10-го планировали начать. Но погодные условия все-таки помешали? Да, помешали погодные условия. Как сейчас, сегодня? Ну, пока все здорово. Не только дети. Взрослые совершенно классы «Лазер» участвуют там ребята до 50 лет. Основная дистанция для оптимистов и других классов яхт – зумов, лучей, лазеров в устье Невы около Петровской косы. Место, по признанию самих участников, не самое простое. Яхтенный спорт не просто так называют шахматами на воде. Чтобы сделать свой ход здесь, действительно нужно учитывать очень много факторов. Это не только сила, направление ветра, но еще течение и действие твоих соперников. Но здесь, в отличие от шахмат, огромное значение играет удача. Ведь участникам нужно не только правильно обогнуть все буйки, плывя по час против ветра, но и обогнать противника. Не просто даже вовремя стартовать. На это у участников всего три минуты. За каждой яхтой судьи следят непосредственно с места событий, со своего борта. Лучших определяют по времени, но важно и избегать ошибок. Впрочем, без них тоже не обходится. Каждый яхтсмен готов к тому, что купальный сезон придется открыть раньше времени. Дело чести. Хотя я говорю, дело непростое, потому что еще очень холодно всегда в это время и сейчас даже. Яхтинг северный – это штука интересная, но непонятная и совершенно необъяснимая. Викинги, варяги, теперь мы, видимо. Несмотря на специальные защиты и костюмы, сухачи, этот спорт действительно не для слабаков. Тем удивительнее, что большинство современных яхтсменов – девочки и девушки, которых не пугает ни дождь, ни пронизывающий ветер. Но майская регата – только разминка. Впереди у покорителей волн еще целый сезон. Людмила Бурим, Вячеслав Раков, Александр Беляков и Андрей Романов. Вести. Петербург.